Не приходя в сознание, скончался инспектор лесного хозяйства Ерлан Ургалиев. Мужчина впал в кому после нападения браконьеров в Карагандинской области. Второй пострадавший с переломом челюсти и различными травмами находится на амбулаторном лечении в Караганды. Сегодня Минтельхоз распространил видеоинтервью с мужчиной, где он, несмотря на травму, рассказал все подробности того рокового столкновения с браконьерами. Их поиски все еще продолжаются. Илья Рыбин с подробностями. С задних окон начали, значит, с левой стороны вертикалка появилась, в нашу сторону начали целиться, мне пришлось сдвигаться за машину, прятаться. В правую сторону начал уходить, там, значит, оттуда автомат 12-й вылез с этот ствол. Эти кадры сняли коллеги Петра Ницик, который чудом выжил после нападения вооруженных браконьеров. У мужчины серьезные травмы головы, челюсти, все тело в синяках и ссадинах. Он вместе с напарником пытался остановить браконьеров, убивших пять самцов краснокнижных сайгаков. Специалистам удалось остановить один из скрывающихся внедорожников, но им оказали сопротивление. Мне сверху со спины пришел удар по затылку, по голове. Раз ударили, второй раз ударили, а потом, когда схватили, я начал подниматься, мне прикладом ударили в лицо. Так что, а там потом уже, если честно, я поплыл, скажем так. Погибшего Ерлана Нургалиева также избивали трое неизвестных. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина впал в хому. Браконьеры на двух внедорожников без номеров скрылись сразу после дерзкого нападения на инспекторов, прихватив с собой ключи от патрульной машины и вырвали датчик GPS. Отчего найти пострадавших в метель, в степи, смогли только спустя два часа. Упущенное время, возможно, стоило жизни Ерлану Нургалиеву. Я думаю, что их найдут, поскольку во время борьбы инспектор Ницик выхватил у одного из нападавших телефон. И он передан уже правоохранительным органам и приобщен к делу. Поисками браконьеров сейчас занимается вся полиция Карагандинской области. МВД контролирует ход расследования. Но пока информации о возможных подозреваемых нет. Илья Рыбин, Нуркин, Токмурзин, информбюро, Астана.